Всем привет, меня зовут Антон, я дата-инженер в компании LaModa. Сегодня я вам расскажу о том, каким образом мы запилили собственный мониторинг, с какими проблемами столкнулись и как эти проблемы решали. Если вы часто работаете с Hadoop, то наверняка вам знакома ситуация, что вы сомитите свой Job, либо запускаете свой Hive-запрос, и долгое время как будто бы ничего не происходит. То есть вы можете найти свою Job в списке Job, которые стоят в очереди, которым на текущий момент просто не выделено ресурсов. И вполне закономерно, если у вас возникают вопросы, а почему моя Job не стартует? Может быть ей не хватает ядер в кластере, может быть ей не хватает памяти, может быть еще какие-то причины, которые не позволяют моей Job запуститься. И даже после того, как ваша Job успешно запустилась в кластере, вполне вероятно такая ситуация, что, например, вчера ваша Job, та же самая Job работала гораздо быстрее, чем сегодня. Либо, например, это может быть какой-то регулярный расчет, который запускается в субботу, либо в воскресенье, и придя в понедельник с утра вы обнаруживаете, что данная Job работает до сих пор. То есть совершенно непонятно, что явилось причиной такой деградации производительности. Ну и после этого вы начинаете поиски, что же вообще происходит у вас в кластере, кто съел все ресурсы. И пытайтесь понять, кто запустил Job, который мешает всем остальным, что именно это за Job, сколько ресурсов они потребляют, когда они были запущены, некую там динамику загруженности вашего кластера и так далее и тому подобное. Ну и для того, чтобы эффективно это можно было сделать, нам бы потребовались инструменты, которые позволили бы посмотреть на утилизацию ресурсов с возможностью разбивки по очередям, по пользователям, по Job. Также хотелось бы иметь некий инструмент, который позволял бы анализировать утилизацию HDFS. В первую очередь это касается домашних каталогов. В идеальном варианте это любые каталоги, например, с паттернами по названию, которые мы хотели бы мониторить. Когда я говорю про утилизацию HDFS, в первую очередь я говорю про объем данных, которые мы занимаем на HDFS, а также о количестве файлов и, соответственно, о количестве блоков, которые мы используем для хранения нашей информации, чтобы каким-то образом попробовать избежать, либо вовремя понять, что у нас есть так называемая проблема мелких файлов. Также необходимы инструменты, которые могли бы нам помочь анализировать производительность наших хайв-запросов из каких-то кастомных спарок Job. Ну и, соответственно, все это необходимо для того, чтобы мы могли в максимально сжатые сроки, с максимальным удобством найти так называемые жирные Job. То есть это те Job, которые потребляют экстремальное количество ресурсов и, соответственно, начинают мешать всем остальным расчетам, которые происходят в кластере. Мы используем дистрибутив от компании Hortonworks. У нас все работает под ярном. Соответственно, первое место, куда мы пришли за некими отчетами, графиками, дэжбордами, это амбари. Пришли в амбари и, соответственно, выяснили, что для наших целей, для цели детального анализа, что же происходит, кто съел все ресурсы, как долго это продолжалось и тому подобное, существующих дэжбордов нам не хватает. У амбари есть отдельная документация по разделу так называемому амбари-метрикам. То есть это те метрики, которые амбари самостоятельно собирает и может предоставлять для различных систем. В том числе вы можете сделать визуализацию амбари-метрик прямо в графане и, соответственно, смотреть, что же происходит. Но, опять-таки, все эти метрики не дают четкого понимания, кто конкретно виноват в том, что кластер сейчас загружен и кто съел все ресурсы. Если вы используете дистрибутив от компании Клоудэра, то у вас есть Клоудэра-менеджер, в котором точно так же можно найти большое количество дэжбордов, метрик и так далее. Но, опять-таки, не хватает детализации для какого-то детального анализа, что сейчас конкретно происходит у нас в кластере. Также есть ряд решений, сторонних решений, которые не связаны ни с каким вендором. Например, решения от компании DataDoc. В первую очередь, почему не подошло? Потому что это решение платное, оно где-то в клауде расположено. И для того, чтобы его подключить, нужно ставить либо агенты, либо каким-то образом еще дополнительный софт на кластер. И, соответственно, для нас это был не самый хороший вариант. Ну и для того, чтобы анализ, который мы хотим проводить, нам необходимо собирать информацию, в первую очередь, об утилизации вычислительных мощностей. На первом месте для нас является утилизация ядер. И, соответственно, мы хотели бы видеть графики утилизации ядер как в общем, в кластере, так и по каждому пользователю, так и по каждому из джоб, которые работают у нас в кластере. Такую же информацию нам необходимо иметь по утилизации оперативной памяти, которая есть у нас в кластере. И, соответственно, хотелось бы иметь возможность анализировать утилизацию распределенной файловой системы HDFS. Ну, как вы наверняка знаете, Hadoop почти полностью написан на Java. Соответственно, логично было бы предположить, что через JMX, так называемый Java Management Extension, стандартная технология Java, можно всю интересующую нас информацию получить. Но в этом случае нам необходимо писать дополнительную какую-то обвязку, которую позволяло подключаться к работающим JVM, которые обслуживают ту или иную джобу, и, соответственно, прямую собирать эту информацию. Но для нас это было не очень удобно, поэтому этот вариант мы отмели. Следующим вариантом, откуда можно брать информацию, являются логи, которые в конце работы джобы собираются на HDFS. Опять-таки, вариант вроде бы неплохой, но минусом является то, что хороший анализ того, что происходило по каждой конкретной джобе мы можем получить только после того, как джоба отработала и, соответственно, прошел лог-агрегейшн. Поэтому для нас это тоже был не очень хороший вариант. Мы его также отвергли. Ну и вариантом, на котором мы остановились, который для нас является наиболее приемлемым, является получение информации из REST API ресурс-менеджера. Конкретно мы используем несколько разделов REST API. В первую очередь, это информация в общем по кластеру, также информация по загрузке и работе каждой из нот, которые у нас есть в кластере, информация о том, каким образом у нас загружен наш шедулер, соответственно, информация по очередям и так далее, и детальная информация, которую мы можем получать из этого REST API по каждой конкретной джобе, так называемой application information, и, соответственно, информация по каждому запуску этого application. То есть, если у вас вдруг в результате какой-то ошибки ваш application, либо какая-то часть вашего application будет рестартована, то появится так называемая новая попытка запуска attempt, и, соответственно, из каждого attempt мы тоже можем получить детальные метрики о том, что происходило, сколько данных мы считали, сколько данных мы записали и так далее и тому подобное. На уровне кластера мы можем получить информацию, в первую очередь, о том, какие приложения у нас, в каких статусах сейчас есть. Соответственно, мы можем посмотреть, сколько джоб сейчас работает, сколько уже отработало с тем или иным результатом и так далее. Также мы можем посмотреть некую кумулятивную информацию по оперативной памяти, соответственно, сколько у нас ее в принципе есть в кластере, соответственно, сколько выделено оперативной памяти под нужды кластера, сколько зарезервировано, сколько заавлоцировано, сколько осталось. Такой же отчет мы можем получить по виртуальным ядрам, которые выделены для работы в кластере. И, соответственно, такую же информацию мы можем получить по контейнерам, сколько у нас в принципе их может быть, сколько сейчас заавлоцировано, сколько зарезервировано и сколько ожидают выделения ресурсов. Ну и, соответственно, по каждой из лот мы можем получить также некую информацию о том, в каком статусе она сейчас находится. То есть она активна, с ней что-то происходит, она выведена для обслуживания и так далее. На уровне приложения мы можем получить детальную информацию, что же происходило с нашей джобой. В первую очередь мы можем получить статус джоба, который есть на текущий момент времени. Также есть отдельное поле, так называемое Final Status, которое изначально было не очень понятно, зачем оно необходимо. Как мы его использовали, об этом я расскажу немножко попозже. Также мы можем получить информацию о том, сколько памяти выделено под эту джобу, сколько ядер заавлоцировано для выполнения работы и, соответственно, сколько контейнеров и сколько времени уже эта джоба работает. Окей, начали разбираться с тем, что у нас есть по джобе и, соответственно, появились первые вопросы к тому, каким образом организовывать сбор данной информации. Первое, с чем мы столкнулись, это то, что ресурс-менеджер соответственно отдает по REST API и показывает в UI где-то примерно последние тысячу задач, которые запускались у вас в кластере. То есть это значение по умолчанию, его, безусловно, можно поменять, но в документации есть такая рекомендация, данный параметр сильно не менять в сторону увеличения, потому что это может дать удару по производительности. Соответственно, второй трудностью, с которой мы столкнулись, является то, что задачи на самом деле живут своей жизнью, у них есть некий жизненный цикл, и они переходят из статуса в статус. То есть когда запускаете задачу, она сначала в статусе new, потом, соответственно, когда ресурс-менеджер получает задание на аллоцирование контейнера под application master, она переходит в статус accepted, потом, соответственно, running, либо pending, ну и в конце она либо у вас успешно завершается, либо неуспешно, либо ее убивает. Соответственно, данная некая вариативность тоже является проблемой для того, чтобы учитывать какие-то, собирать какие-то метрики, учитывать какие-то факторы работы приложения и так далее. Также джобы умеют перезапускаться. У нас в кластере, если по какой-то причине, например, у нас происходит выход одной из нод нашего кластера из строя, то все, что на ней работало, будет перезапущено на других нодах нашего кластера. Соответственно, это тоже каким-то образом необходимо учитывать. Ну и в попытках разобраться с этими вопросами мы начали получать так называемые первые ответы. В первую очередь подумали и решили, что необходимо брать все джобы, у которых статус ранен. Соответственно, казалось бы, нормальное решение, но в этом случае мы не видим те джобы, которые висят в статусе accepted, либо pending. То есть те, которые запустились, но еще не получили достаточное количество ресурсов для того, чтобы начать работать. Также у нас некоторые джобы могут запуститься и тут же упасть. Например, какая-то ошибка у вас в вашем драйвере спарковском, либо в вашем application master, в вашем мы-предюсной джобе. Соответственно, в этом случае мы можем просто не успеть поймать тот момент, когда через REST API мы получим эту джобу. Потому что, так как мы REST API опрашиваем с неким интервалом, между первым и вторым запуском, может произойти запуск джобы, тут же она умерла и, соответственно, все. Она уже не является в статусе running и, соответственно, таким образом мы ее никаким образом получить не можем. Посмотрели, что можно сделать, и тут выяснилось, что поле final status не такое уж бесполезное, каким казалось на первый взгляд. На самом деле есть четыре варианта значения данного поля, и, соответственно, для нас интересным является значение undefined, то есть не определено. Это единственный статус, который является не терминальным. Соответственно, джобы, которые уже отработали, независимо от того, каким образом они отработали, с каким результатом, либо были убиты по каким-то причинам, все джобы мы увидим, если мы будем использовать поле final status с значением undefined. Кроме того прочего, REST API, ресурс менеджера, позволяет нам накладывать дополнительные фильтры на данные, которые мы получим, использовать всякого рода разрезы, соответственно, мы можем просить информацию по конкретному пользователю, по конкретной очереди, по типу задания и так далее. Но, как выяснилось, это не очень классно, потому что в этом случае нам придется, когда мы хотим добавить какую-то новую метрику, либо какой-то новый разрез, нужно переписывать, соответственно, код обращения к REST API, и это не очень здорово, тем более увеличение количества реквестов к REST API это тоже не очень хорошо, даже с точки зрения какой-то общей архитектуры решения. Ну и в итоге мы пришли к выводу, что самым простым вариантом будет просто брать всю информацию, которую мы можем получать и, соответственно, уходить с этой информацией, дальше думать каким-то образом уже на стороне нашего приложения, делать разделение по очередям, по пользователям и так далее. Ну и в первом варианте реализации нашего мониторинга мы представляем наш ответ от REST API как массив информации по приложениям, которые работают у нас в кластере, соответственно, нарезали метрики по пользователям, по очередям, по типам и начали мерить ядра, память, контейнеры и, соответственно, длительность наших job. Для каждого из типа метрик был отдельный реквест к REST API ресурс менеджера и выяснилось, что это вообще не круто. В первую очередь так не стоит делать, потому что при добавлении метрик, как я уже сказал на предыдущем слайде, нам необходимо добавлять реквесты в REST API. Это все просто замедляет работу, усложняет отладку и увеличивать сложность приложения. Поработав над ошибками, приняли некие другие архитектурные решения. Представление ответа от ресурс менеджера также оставили как массив application information. Теперь мы дергаем API по расписанию, соответственно, забираем все данные, до которых только можно дотянуться из ресурс менеджера и, соответственно, складываем их в память. Гранулярность измерения для наших целей идеальным, как выяснилось, это уровень джабы. То есть это не очередь, не пользователь, не attempt от нашего application. Это, собственно, наш application, как единица измерения. Метрики переделали, и теперь мы меряем уже какие-то показатели, как то ядра, память, количество злоцированных ресурсов и, соответственно, время работы данной конкретной джабы. А всю атрибутику связанную с тем, какой пользователь запустил, в какой очереди работала джаба, какого типа и так далее, мы добавляем в виде лейблов к нашей метрике, ну, либо теги, в зависимости от того, какой библиотекой вы, соответственно, пользуетесь. Окей, мы определились с тем, какую информацию мы будем получать, мы определились, каким образом мы, соответственно, будем из этой информации готовить метрики. А теперь нужно формализовать требования к нашему приложению. Мы разделили требования на две категории, это must-have и nice-to-have. И в must-have для нас очень важно было то, что мы должны работать с метриками как по принципу push, то есть отправлять наши метрики в какую-то систему, так и предоставлять интерфейс для работы с системами, которые работают по принципу pull, то есть сами приходят к нашему приложению и достают метрики, которые мы, соответственно, можем предоставить. Оба этих критерия намекают нам на то, что мы должны поддерживать более чем одну систему сбора метрик, и также наше приложение должно хорошо работать в докере и кубернетисе. В качестве дополнительных критериев успешности нашего приложения мы для себя выделили то, что наше приложение должно быть кроссплатформенную, оно должно удобно собираться, также необходимо предусмотреть возможность мониторинга работы самого приложения, потому что система мониторинга, которая в какой-то момент может обвалиться по любой причине, либо стать недоступным, это плохой мониторинг. Также необходим некий механизм для удобного конфигурирования нашего приложения, и в идеальном варианте нам необходимо уметь менять конфигурацию без рестарта нашего приложения. После того, как мы определились с требованием, перешли непосредственно к реализации. В качестве языка мы выбрали Java, просто потому что нам удобнее всего было писать на Java. Библиотека, которой мы пользовались, это в первую очередь Spring Boot, на текущий момент актуальна является версия 2.3, собственно, ее мы и взяли, а оттуда мы используем в первую очередь Актуатор, это так называемый Production Ready Endpoint, это кусок библиотеки, которую предоставляют уже готовые эндпоинты, с помощью которых вы можете мониторить, собственно, приложение, можете управлять его жизненным циклом, смотреть логи и так далее. А также мы взяли ту часть, которая называется конфиг сервером. То есть это возможность хранить ваши конфиги в GTA и предоставлять эти конфиги через REST API для вашего приложения. Но самым важным для нас являлось то, что интеграция с этим конфиг сервером вашего приложения позволяет вам на горячую обновлять конфигурацию вашего приложения без рестарта. Это, собственно, реализация того самого Nice2HF требования, которое мы определили немножко ранее. В качестве основной библиотеки для работы с метриками мы выбрали библиотеку Micrometer. В первую очередь, потому что она очень хорошо интегрируется с Spring Boot и уже есть интеграция с актуатором. А во вторую очередь, то, что данная библиотека умеет работать с большим количеством систем сбора метрик. Как вы видите в табличке, здесь есть и Ganglia, и всякие StatsD, GMX, Graphite, Datadoc, Prometheus и так далее. Для поддержки докера уже есть готовые плагины. Мы используем систему сбора Maven. И для того, чтобы собрать наше приложение в Docker Image, нужно просто позвать необходимый Goal, который называется Build Image. Кроме всего прочего, версия 2.3 получила поддержку так называемых Build Pack. По ссылочке вы можете почитать, что же это такое, зачем это нужно, и почему это круто. Также из коробки у нас есть возможности работы в Kubernetes. То есть у нас есть уже готовые POKI для работы в Kubernetes, у нас есть Graceful Shutdown и прочие штуки, которые позволяют нативно работать в Kubernetes. Сейчас в качестве системы сбора метрик мы используем Prometheus. Дашборды и графики рисуем в Grafani. Начали прикручивать наше решение к существующей инфраструктуре и столкнулись с проблемами. В первую очередь выяснилось, что нам для того, чтобы делать красивые и удобные дашборды, нужно иметь идентификатор приложения, так называемый Application ID, который есть у любого приложения, которое работает в кластере Hadoop. Мы забираем эту информацию в виде лейбла к нашей метрике и, соответственно, предоставляем. Второй проблемой, с которой мы столкнулись, это то, что у нас в сутки запускается несколько тысяч джоб, и если мы не будем каким-то образом чистить наши метрики, когда мы их отдаем для Prometheus, то, соответственно, в какой-то момент у нас объем информации, которую мы передаем, разрастется, и Prometheus просто по тайм-ауту не будет забирать наши метрики. В качестве workaround, которое было найдено практически сразу, является то, что для метрик, которые у нас уже не актуальны, нужно выставлять значение None, то есть Double Noting Number, и, соответственно, в этом случае Prometheus не будет сохранять так называемые дата-поинты, потому что это какое-то странное значение и просто как бы реже какие-то эти значения, и, в общем-то, казалось бы, все хорошо и здорово. Но это не решает проблему того, что endpoint, который предоставляет метрики, будет разрастаться. В итоге мы остановились на том, что в момент, когда мы заново опрашиваем REST API, мы, соответственно, вычищаем все метрики, которые были до этого, и из респонса от ресурс-менеджера заново генерируем все метрики и предоставляем их для Prometheus. Что же в итоге у нас получилось? Мы сделали метрики вида Hadoop Yarn Application Containers, то есть это метрика, которая говорит, сколько контейнеров выделено под приложение. В качестве лейблов, как я уже говорил, мы выделили идентификатор приложения, также добавили очередь, тип нашей джобы, то есть Spark, TS, либо MapReduce, и, соответственно, что за пользователь запустил то или иное приложение. Каждый раз мы получаем метрики на сейчас. Как я уже говорил ранее, мы забираем всю информацию, которую может предоставить REST API ресурс-менеджера, но после этого на своей стороне, на стороне приложения фильтруем те джобы, которые уже отработали. Берем только те джобы, которые имеют final status undefined, то есть они работают на текущий момент, и, соответственно, ту информацию, которую мы можем получить для этих джоб, мы преобразуем в метрики и предоставляем в виде endpoint для Prometheus. Если нам потребуется каким-то образом добавлять какие-то атрибуты дополнительные к нашим метрикам, мы их добавляем в виде лейблов, и это позволяет нам эффективно фильтровать, агрегировать данные. Но самое главное, то что мы не ломаем уже существующие метрики и уже сделанные в графане джборды, если мы добавляем какие-то метрики. То есть для старых данных просто значение этих метрик не будет присутствовать, и мы просто увидим некую пустоту на наших графиках. Но, тем не менее, все существующие лейблы, все существующие метрики мы сохраняем. И таким образом у нас есть какая-то такая обратная совместимость при работе с нашими метриками. Ну и давайте посмотрим, что в итоге получается у нас за графами. Как вы видите, здесь можно по каждому приложению посмотреть, сколько ядер наше приложение зааллоцировало и, соответственно, сколько контейнеров зааллоцировано по то или иное приложение. Как вы наверняка знаете, это не всегда одно и то же. Вы можете попросить для вашего приложения выделять, например, два ядра для каждого экзекьютора в спарке. Схожую информацию мы можем получить также по утилизации оперативной памяти. Как вы здесь видите, у нас есть два кандидата на победу. Две джобы, которые зааллоцированы больше одного терабайта памяти для собственной работы. Ну и, соответственно, это кандидаты как раз на то, чтобы разобраться, что же это за джобы и почему они занимают столько ресурсов. Ну и имея достаточное количество лейблов, как, например, на этом скриншоте вы можете в графане настраивать любые отчеты. Ну, конкретно здесь мы просто считаем общий расход памяти по пользователю для конкретной очереди, для конкретного юзернейма и для конкретного аппликишн тайпа. Как говорится, аппетит приходит во время еды и после того, как мы получили красивые дашборды в графане по утилизации ядер и оперативной памяти, нам захотелось иметь такой же красивый отчет о том, каким образом мы утилизируем HDFS. В первую очередь нас интересовал общий объем данных, которые мы храним у себя в кластере, также количество файлов и количество блоков. Также необходимо было предусмотреть некий конфиг, с помощью которого мы могли бы указывать, какие папки мы хотим мониторить. Для мониторинга Spark и тест-заданий мы хотели получить метрики, как то количество данных, которые мы прочитали на HDFS, количество данных, которые мы на HDFS записали. Если мы говорим про работу с хайвом, то это количество записей, которые мы прочитали из таблиц и, соответственно, количество записей, которые мы вставили в какие-то таблицы. Ну и вишенка на торте являлась то, что мы хотим делать свои кастомные метрики. Например, нам интересно, через какое время в среднем у нас засадмеченная джоба начинает работать. У нас есть два варианта получения информации о состоянии HDFS. Первый из них это обратиться к HDFS, используя Java API. В этом случае мы вынуждены использовать версии библиотеки, той, которой, соответственно, версия Hadoop у нас установлена, и именно того вендора, дистрибутив которого мы используем. Из плюсов стоит отметить, что Java API хорошо работает в high availability конфигурации, то есть в конфигурации, когда у вас есть две NM-ноды в кластере. Второй вариант, мы можем обратиться к HDFS, используя REST API, так называемый Web HDFS. В этом случае у нас из плюсов, наверное, стоит отметить, то, что все удобно и просто, потому что мы получаем информацию в JSON-е. А в этом случае мы не зависим от версии Hadoop и от вендора, потому что респонс Web HDFS он стандартизованный и у всех очень сильно похож. Из минусов стоит отметить, что с high availability конфигурацией есть вопросы. Вне зависимости от того, какой путь вы выберете, так или иначе вы можете получить довольно детальную информацию о состоянии HDFS и собрать статистику по необходимым вам папкам. В нашем случае мы начали с того, что начали анализировать состояние домашних директорий наших пользователей и, как вы видите, в топе у нас технологический пользователь Airflow. Это тот пользователь, из-под которого запускаются все наши джобы в Airflow. На этом слайде вы можете увидеть количество файлов, которое хранится в домашней каталоге каждого из пользователей. Соответственно, имея такую информацию, мы можем соотнести эффективность хранения данных в папке путем разделить общий объем папки на количество файлов и таким образом понять, есть у нас мелкие файлы либо нет. Для осуществления мониторинга работы Spark-приложения уже есть готовый стандартный механизм в Spark так называемый SparkSync для метри. Из интересного есть экспериментальная поддержка Spark Prometheus Servlet то есть уже готовый endpoint внутри вашего приложения из которого Prometheus может забирать информацию. Но мы используем так называемый StatsD Sync то есть метрики, которые мы собираем в нашем приложении мы пушим в StatsD это специальный демон, который умеет хранить метрики и с помощью экспортера предоставлять их для Prometheus у Spark из коробки есть большое количество метрик как то метрики по работе с HDFS метрики по работе с Hive какое-то количество метрик связанных со стриминг обработкой состоянием виртуальной Java машины и многое другое. Ну и в заключение пару слов о планах на будущее в первую очередь хотим подключить сбор метрик для ТЭЗа а также сделать несколько дашбордов о общем состоянии кластера а также полноценно реализовать поддержку Керберса и придумать какой-нибудь удобный способ фильтрации аппликейшенов которые мы мониторим пока есть мысли только о регулярных выражениях которые будут натравливаться на название аппликейшена либо на теги которые у аппликейшена есть спасибо всем за внимание если у вас есть вопросы либо какие-то предложения добро пожаловать в чат либо ко мне в слаг еще раз всем спасибо и хорошего дня